Вечер добрый, надеюсь. Говорят, что задним числом поздравлять не солидно. Но с другой стороны, есть и такое присловие, что лучше поздно, чем никогда. Это я к тому, что по графику наша передача никак не попадала на 8 марта. Поэтому поздравляю с прошедшим праздником всех прекрасных представительниц всего слабого пола, всех возрастов, от бабушек до девушек. Главное, я ждала до самого вечера, а он так и не вспомнил. Ой, Анечка, не переживай, ты же знаешь, для него работа на первом месте. Делаю это не без опаски, поскольку в сетях распространили видео, в котором православный священник на полном серьезе объясняет всем и каждому, что 8 марта – это праздник иудейский, православным отпечать его предосудительно, если не сказать больше. А если сказать еще, что его происхождение связывает с демонстрацией текстильщиц, ратовавших за равные права повышение зарплаты в Нью-Йорке в 1857 году, то праздник можно назвать еще и американским, что вообще никуда не годится. Есть, правда, и другое предположение. Демонстрировали не текстильщицы, а нью-йоркские девушки крайне легкого поведения. И ратовали они, да, за повышение зарплаты, но не себе, а тамошним морякам, которым задерживали выплату денежного содержания. Оно, конечно, странно, но если вспомнить, что эти моряки сильно задолжали жрицам самой древней профессии именно из-за невыплат заработанных денег, то понять их можно. А мы вот уже, почитая, больше ста лет все это отмечаем. Каждый день и вечер 8 марта. Так что еще раз с успешно минувшим праздником вас, дорогие. И все ближе и ближе, расставание час, давай посмотрим, друг глаза друг в другу, давай станцуем, давай станцуем, давай станцуем, последний раз. Но одной женщине было совсем не до празднования в эти дни. Утро одной из немногих на этой неделе оказалось не то чтобы недобрым, а едва ли не зубодробительным для бедной трин жены Евгения Осиновского. Между прочим, молодой матери двоих детей. В чем, собственно, дело? Ну, разумеется, в муже министре. А точнее, в его беззаветной борьбе с рекламой алкоголя, неумеренным потреблением зеленого змея местным населением. И у меня сложилось такое впечатление, что производители алкоголя, поняв, что лоббировать свои интересы в правительстве у них не получается, подключили к этому делу медийные ресурсы. Которые, в свою очередь, тоже пострадают от не то что прекращения рекламы алкоголя, а даже от частичного запрета. И вот одним, далеко не прекрасным утром, идет, собственно, утренняя передача на эстонском радио Sky Plus. Там у них задействованы три ведущих, которые как бы в юмористическом ключе говорят о событиях дней минувших и предстоящих. Ребята, а вы здесь все молодцы. Ну и заводят они речь о президентском приеме. И один из ведущих, как бы невзначай, говорит о том, что там вот вино, что оно, видимо, очень понравилось Осиновскому. Тонкого намека ведущим показалось мало, и они продолжили. Там вот свет в зале приглушили, чтобы танцевать гостям было сподручнее. И тут кто-то, какая-то пара вроде сцепились на танцполе. И женщина партнера что-то рукой то ли сунула, то ли приложила. Да, я тоже заметил, говорит второй ведущий. Дальше выясняется, что это, дескать, были молодые Осиновские. Там у них чуть до мордобоя не дошло, скромно заметил ведущий. Об этом человеколюбивом диалоге в эфире жене Евгения Осиновского, Трину, рассказали ее знакомые. Та послушала передачу и сильно расстроилась. И рассказала в сюжете телепередачи «Радар», как их с мужем оболгали. Кстати, «Радар» этот выходит на эстонском телеканале 2, он так и называется – «Каналкакс». Бедолага Трину до сих пор надеется, что спаянный коллектив утренней передачи или сам активный ведущий как-то извинятся за бестактность. И это еще мягко сказано. Извините, я забыл, что чувство юмора – это не ваша стихия. Извините, я не понял, что вы пошутили. В принципе, можно было бы даже не упоминать про этот никак не вписывающийся в рамки приличия сюжетец. Но на той же неделе в передаче другой эстонской радиостанции «Радиокуку» ведущий Копытин стал интересоваться у собеседников, почему это русский по происхождению, Осиновский, так активно борется с зеленым змеем, как у него у самого-то с алкоголем. Дескать, принимает или не очень. Ведущему этому можно напомнить про Кодекс журналистской этики Эстонии, в четвертом параграфе которого ясно сказано «Не следует подчеркивать национальную, расовую, религиозную или политическую принадлежность человека, если в этом нет новостной ценности». А уж фраза «Русские пьют, может, поэтому русский и занимается антиалкогольной пропагандой» достойна быть вписана золотыми буквами в скрижале нашей интеграционной политики. Странная у вас какая-то логика, знаете. Логика не бывает странная. Она либо есть, либо нет. И да, говорят, еще и боец невидимого фронта Ваня Макаров где-то прошелся по Осиновскому. Так что вырисовывается как бы новая генеральная линия в понимании интеграции некоторыми нашими средствами сравнительно массовой информации. Вот тут не лишним будет напомнить недавнюю мысль докторанта Таллиннского университета Марианна Макаровой, высказанную в посте Месс. Она говорит, что общество должно некоторым образом дозреть, чтобы национальные взаимоотношения перестали быть орудием во внутриполитической борьбе. Должен сказать, что наше общество не то чтобы дозрело, оно еще не выросло из коротких штанишек, которые продемонстрировала в передаче «Форум» на эстонском телевидении. Она была задумана как подведение итогов 100 дней работы нового правительства. В студии серьезные люди, депутаты Риги Когу, председатели парламентских фракций, можно сказать, сливки общества. Но вместо того, чтобы говорить о важных проблемах внутренней и внешней политики, наши политики, как базарные бабы, перебивая друг друга, выкатывали претензии то одной партии, то другой. Что же вы обе руки-то тянете, ласковые мои? Должен сказать, что сливки наши свернулись. А люди, которые должны как бы управлять страной, дискутировали с использованием весьма продуктивного принципа изнародной забавы «ты дурак, ты сам дурак». В загопоставленные политики не обсуждали проблемы развития экономики страны, вопросы реформирования системы здравоохранения, финансирования больничной кассы, которой в очередной раз не хватает 100 миллионов евро, и больницам приходится откладывать плановые операции. Нет. Жаркая полемика разгорелась вокруг недавно горевшего горхола. Дескать, надо ли его восстанавливать за те же 100 миллионов? Или лучше сделать что-нибудь другое? И тут ясно понимаешь, почему уровень доверия политическим партиям в стране составляет жалкие 12%. У них, у партии и правительства, едва ли не главным событием недели стало предложение министра юстиции от партии «Сомалит» и «Республика» Рейнсалу снять ограничения на число министров в правительстве и усилить полномочия его председателя. При этом для лучшего взаимодействия министерств надо будет создать специальные комиссии при правительстве. Партия и сама знаменита умением пристраивать своих людей на теплые места. Но, кажется, лимит теплых мест исчерпан, остаются только холодные. И вот господин Рейнсалу предлагает умножить ряды высокопоставленных чиновников, чтобы министрам было легче взаимодействовать. Сейчас в правительстве 11 министров, а по закону может быть 15. Но это ограничивает свободу чиновничьего полета. Надо ограничения ликвидировать. Можно подумать и над сокращением количества министров. Это такая своеобразная национально-полистическая логика. А забраться в ней попыталась канцлер права Юли Мадисе. Она осторожно заметила, что надо понять, в чем проблема. Пока это не ясно. Что же касается усиления роли премьер-министра, то, по справедливому замечанию канцлера, как только руководитель правительства при прочих равных условиях начнет давить партнеров своими новыми полномочиями, то есть игнорирует участников правительственной коалиции, тут ей конец и настанет. Послушайте, но я еще жить хочу. Ну-ка живите себе на здоровье. А пока это предложение о возможном саморазмножении правительства будут обсуждать эксперты. Я так думаю, не забесплатно. Они же составят рапорт в течение года. Вот так нужным людям подыскивают непыльную работу. То есть нет сейчас более насущной проблемы в жизни страны, нежели количество министров и комиссий, которые необходимы для решения государственных проблем. При этом, не к ночи будет помянут, премьер Ансип в свое время без всяких дополнительных полномочий и под комиссией справился с включением страны в еврозону. А эта задача посложнее ремонта Горхола. Другой вопрос, надо ли было входить так стремительно, если вспомнить пример Швеции, Польши и некоторых других стран Евросоюза, успешно сохранивших свою валюту. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. А из этого Союза к нам вдруг зачастили высоко поставленные немецкие гости. То министр иностранных дел заедет, то министр обороны Федеративной Республики нагрянет. И тут есть, как минимум, два интересных обстоятельства. Как мы знаем, сейчас никто не знает, что будут делать Богом благословенная Америка в ближайшее время в отдаленных от США уголках планеты. Непредсказуемость нового президента этой страны давно вышла за предсказуемые возможности аналитиков и экспертов. В любом случае, стало понятно, что Европа, и в частности ее окраина, которой в нашем случае являются три страны Балтии, далеко не приоритет новой администрации США. Дональд Трамп предсказуем только в одном – четком следовании, заявленном во время предвыборной кампании принципам и целям. А целится он на Ближний Восток и Китай. Хотя в итоге согласился и с тем, что НАТО – да, мол, дело важное, но как бы не самое. А у меня есть дела поважнее. Да мне в старость и классы придет. У меня заседание. И тут полусонная Европа начала просыпаться. Как? Что? Америка – это же наш щит, это же наше все. А выяснилось, что если убрать щит, то дальше будет как в той песне. Все голо, понял, все голо, понял, все голо. Только Великобритания, Греция, Польша и Эстония вкладывают в военный бюджет 2% от волового внутреннего продукта. А всего в НАТО входит ни много ни мало 28 государств. И все они в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе договорились инвестировать в сферу обороны не менее 2% ВВП в течение 10 лет. Так вот, приехавший к нам на неделе новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриль заявил, что для его страны эти 2% ну не кость в горле, но их не будет. Не дождетесь. По разным причинам, включая внутри политические. Да и нет такого требования, сообщил немецкий министр. К сожалению, нет. Нет, да? Нет. Будем искать. И вот с этого места у наших политиков шерсть на загривке должна была встать дыбом. Как это так? Мы чуть не 10 лет живем под лозунгом «Не уступим ни цента от 2%», обделяем ту же больничную кассу, чтобы отдать военным. Ну, не последняя, так предпоследняя. А Германия выкатывает нам такую же ребятину. Да еще и объясняет свою позицию тем, что мы вот приняли, почитай, миллион беженцев. Это ли не вклад, типа, в натовскую копилку мира и процветания увядающих народов Ближнего Востока и Дальней Африки? Ну, министр-то новый. Ему не объяснили, какие у нас взаимоотношения с военным бюджетом, который стал коровой еще более священной, нежели закон о государственном языке иностранцев, гражданстве вместе взятые. Да и к лицу ли вы сопоставленному немецкому чиновнику ссылаться на беженцев, от которых сама же Германия стремится по возможности избавиться руками Евросоюза, распихивая их по странам-членам. Ну и вопрос, чего они зачастили к нам? Ответ простой. Америка поворачивается к Европе боком. Значит, надо кому-то выполнять ее роль на континенте. Во Франции, того и гляди, президентские выборы выиграет ультраправая Марин Липен, которая обещает Фрексит, то есть выведет страну из Евросоюза, по примеру, Великобритании. И вся надежда будет на Германию, которая и заместит Америку в роли старшего брата для всей Европы. Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. А в Европе нынче полный разброд и шатание. Стремящийся к почти неограниченной власти в Турции президент Эрдоган обвиняет нынешнее руководство бедной Германии в страшно сказать фашизме, который у них якобы никуда не делся. Это с трибуны заявляет президент страны, союзница Германии по НАТО. Германия, которая и беженцев в таком неподъемном количестве приняла среди прочего в стремлении хоть как-то сгладить страшные последствия разгула фашизма в Европе и окрестностях. Мало того, Венгрия принимает решение содержать всех ходатайов об убежище в закрытых помещениях. Тюрьмами их назвать нельзя, но нечто вроде лагеря для перемещенных лиц вполне. Премьер Орбан объясняет это желанием ограничить передвижение по стране беженцев, мигрантов, которые способствуют, по его словам, распространению терроризма. Польша бодается с Евросоюзовским начальством из-за кандидатуры Дональда Туска, который претендует на второй срок в должности председателя Европейского Совета. Но официальные власти Польши не хотят видеть его на этом месте, поскольку тот выступает за общие европейские ценности и не поддержал свою страну, когда та отказалась принимать программу распределения беженцев и систему штрафов за такое поведение. Ну это понятно, только у меня станок сломался, который деньги печатает. Унижаешь, да? Неужели ты не понимаешь, что если бы не крайние обстоятельства, я бы сюда не пришел? Ну и напоследок два мира, два шапира. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт находилась с визитом в Финляндии. На совместной пресс-конференции финский президент Саули Нинисто, среди прочего, отметил, что его страна не ощущает угрозы со стороны соседа, имеется в виду Россия. И это скорее просто демонстрация силы, заметил президент. А Керсти Кальюлайт заявила, что Эстония прекрасно чувствует себя под защитой НАТО. Это, безусловно, два разных подхода к внешней политике. Но хорошо уже то, что эстонский президент не стал объяснять финнам, что им быстренько надо вступить в НАТО, как это сделал ее предшественник, и ухудшил добрососедские отношения, если не до уровня кошки с собакой, то же до серьезного похолодания точно. Теперь, кажется, наступает потепление. И если политическая оттепель между двумя странами столь близкими, что поездку в Финляндию, как пошутила Керсти Кальюлайт, у нас уже не считают поездкой за границу, распространится и на погоду, то мы с вами точно будем здоровы.